Играем агрессивно. Если кто-то ошибается, мы на друг друга не кричим, а поддерживаем. Понятно? Последние наставления перед игрой от тренера-преподавателя детско-юношеской спортшколы Щелкова Татьяны Жучковой. В Огодневском фоке в воскресенье разыграли кубки открытого турнира имени Валерия Чкалова по бейсболу. Динамичная игра у ребят и девчонок набирает популярность. Рукопожатиями обменивается первая пара команд соперниц. Сборная Щелковской «Дюш», «Красные соколы» и «Дюш» с Балашихи «Метеор-1». Раз, два, три, «Красные соколы»! В первом игровом отрезке соколы ушли в защиту. Метеоры двинулись в нападение. Гости чувствовали себя заметно увереннее. В Щелково мы первые, кто открыли бейсбол, софтбол. Команд не так много, поэтому мы стараемся всегда делать турниры открытые, чтобы у нас были приглашенные команды. Но самое главное, задача этого турнира – это набраться опыта и терпения, стрессоустойчивости. И самое главное, чтобы команда успела за это время сплотиться. Щелково представляли игроки из Огонева, гимназии номер 6, 7-го лицея и Гребнева. Младше 11 лет. Были и новички. Этим и воспользовались более опытные «Метеоры». Эмоции ребят зашкаливали. Со счетом 15-2 победила команда «Балашика». Все было хорошо. Правда, была одна ошибка. Когда пустили игрока в дом, не наследили. Настрой какой у вас, ребят, общий? Боевой. Отличный, боевой, да. Боевой, да. Метеором и в финале улыбнулась удача. На втором месте наши красные «Соколы». Бронзовые призеры дубль «Метеоров». Молодой тренер «Синих» Вячеслав Корнячук не скрывает удовлетворение от игры. Я ожидал не такого яркого и эмоциональной игры. Очень доволен. Особенно противниками. Самый лучший опыт – это игровой опыт. Традиционно наградили отличившихся. У «Соколов» лучший бьющий – Рафаэль Семенов, а лучший защитник – Эвелина Матвейчук. Первая игра – это всегда стресс, переживание, знакомство с другой командой. Ты на первой игре можешь посмотреть, как они кидают, с какой скоростью они бегают, насколько они ловки. Общеобразовательная программа по бейсболу в Щелковской спортшколе существует всего четвертый год. Нынешний турнир дал возможность ребятам набраться бесценного опыта.